МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Проходите, проходите. Что случилось? Человека убили. Из наших? Из Александровских? По виду вроде городской. А, городской. Ну, в городе таких много. Вот дурачок. Село Александровка в 15 километрах от Одессы. Тихое, спокойное место. В конце 70-х здесь даже домашнюю птицу воровали редко. И вдруг убийство. Дело неслыханное. Погибший молодой мужчина. Одет прилично. Брюки, импортные туфли, рубашка. Прежде светлое, а теперь запекшимся кровавым пятном. На место прибыла следователь Одесской прокуратуры Елизавета Денисенко. Лицо знакомо или нет? Огнестрел? Да. Пулевое ранение в грудь. Других повреждений не вижу. Гильзу нашли? Нет, убийца за собой прибрал, стол унес. Ну, хоть что-то нашли? Да, вот. Таблетки. То ли жертвой, то ли убийцей. Угу. Приобщаем. А это что? Агрикос. А вот, кстати, такой же. В кармане, только раздавленный. Я знаю этот сорт. Любава называется. Ну, они еще не созрели. Что-то еще есть? Да. Два билетика на пригородный автобус. Значит, не один в компании с кем-то приехал. Похоже на то. Что-то еще? В кармане убитого также нашли кошелек. В нем деньги, около 20 рублей и пропуск в общежитие. Алмазов Василий. Алмазов Василий Драгомирович. Цыганское имя. Фамилия, кстати, тоже. Алмазов. Алмазов. Нет, не припомню. Носил часы. Светлая, не загоревшая полоска. А на кончиках пальцев левой руки, мозоли. Вероятно, играл на гитаре, скорее всего, на семиструнной. Это ты по пальцам понял? Да. На большом пальце тоже мозоль. Когда играют на шестиструнной, гитаре его не используют. А когда на семиструнной, прижимают большим пальцем седьмую струну. Гитарист. Вспомнила, откуда я его знаю. Он из цыганского ансамбля. Я когда весной в санаторий отдыхала, они у нас выступали. Да. Попали мы. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Там будут наблюдать. В Брежневскую эпоху ромы, проживавшие в Союзе, получили максимальную поддержку от государства. При этом контроль был минимальным. Все благодаря любви генсека к цыганской культуре. Брежнев обожал слушать романцы. Особенно в исполнении Николая Сличенко. Он впоследствии получил звание народного артиста СССР. В те годы при филармониях и домах культуры СССР чуть ли не в обязательном порядке действовали ансамбли цыганской песни. При этом скандалы с артистами вспыхивали регулярно. Самый громкий случился незадолго до смерти Брежнева. В центре события оказался актер Борис Буряце. Его осудили за спекуляцию и подозревали в организации нескольких квартирных краж. Буряце не спасло даже заступничество Галины Брежневой. Он отправился за решетку на пять лет. Василий Алмазов был прописан в одном из одесских общежитий, но появлялся там редко. Жил у двоюродной тетки в частном секторе на окраине Суворовского района. Ух ты! Да у них тут целое поселение. Ну да, и номеров, конечно, нет. Здравствуйте. Родственники Василия Алмазова уже знали о его смерти. Следователя и оперативника они встретили более чем прохладно. Зачем пришли? Чем теперь поможете? Вы тетя Василия? Мы хотели узнать о нем побольше. Да, тетя. Год назад ко мне перебрался из этого Саратова. Талантливый мальчик. Пел. На гитаре играл. В ансамбле Эврика выступал. Неделю назад по телевизору показывали. У него были недруги? Может быть, кто-то угрожал? О чем вы говорите? Он порядочный был. Слышите меня? Порядочным. Понимаю, и все-таки. Нет разговора. Уходи. Уходи, говорю. Из визиток тетушки убитого сыщики выжили немного. Она писала часы, которые носил Василий Алмазов. Они были в некотором роде уникальны. В магазинах такие не продавались. Речь шла об особой штурманской серии. Такими хронографами пользовались военные. Василий очень дорожил ими. В тот же день, недалеко от поселения Ромов, случилось еще одно преступление. Трое молодых людей напали на некоего Ивана Серова. Прямо у него во дворе. К счастью, в доме находилась мать Серова. Врачи скорой помощи тут же сообщили милиции о нападении. Соседи рассказали, что со двора Серова убегали несколько Ромов. А вот мать пострадавшего не спешила это подтверждать. Не понимаю, почему вы все-таки не хотите сказать, кто напал на вашего сына? Я не запомнила их. Было трое. Темное. У нас тут много цыган живет. Женщина продолжала молчать. Оперативник воспользовался паузой, чтобы осмотреться. На полке милиционер увидел фотографию. Снимок лежал изображением вниз. Вот это да. Интересно. Это был портрет убитого накануне артиста Василия Алмазова. Кем приходится вам этот человек? А? Он дружил с вашим сыном? И почему его фотография оказалась у вас? Которую вы, кстати, попытались от меня скрыть. Зачем вы ее перевернули? Галя, я хочу знать, почему цыгане напали на вашего сына? В поселке Александровка Одесской области на берегу от Жалыкского залива обнаружен труп гитариста цыганского ансамбля Василия Алмазова. Он погиб от огнестрельного ранения. В кармане убитого сыщики нашли два билета на пригородный автобус. Значит, в поселок он приехал не один. С убитого сняли редкие штурманские часы. В тот же день в Одессе трое молодых цыган напали на Ивана Серова прямо у него во дворе. Парень получил два ножевых ранения. Его мать стала свидетелем нападения. Допрашивая женщину, оперативник Панфилов обратил внимание на снимок, который лежал изображением вниз. В мужчине он узнал убитого Василия Алмазова. По горячим следам милиция задержала цыгана по имени Григорий Михай, предположительно, он был одним из нападавших. Гриша. На спине Григория красовался огромный синяк. Милиционеры предположили, что мужчину ударили лопатой. И нож в крови. Хороший парень сегодня домой не придет. Мы точно знаем, что вы участвовали в нападении на Серова. Соседка вас опознала. Да кому вы верите? Мы всем вам на одно лицо. А кровь на вашем ноже? А след от лопаты? Давайте сэкономим время. Скажите лучше, чем вам Серов не угодил? Ладно, ладно. Серов убил нашего Васю. Доказательства? Угрожал. Вася! Со слов задержанного, за несколько дней до гибели Василия, Серов встретил его на улице. Отошли в сторонку, разговаривали. А затем Серов набросился на Василия с кулаками. Слушай, она тебе что, дойная корова какая-то, что ее доить можно постоянно, а? Пошел вон отсюда. Слушай, я не договорил. Ну-ка вон отсюда, я сказал. Иди! Да я вас всех сейчас положу. Ну-ка, быстро его. Пошли тебе. Выгнать. Давай. Вон. Из-за чего была ссора? Да, Вася за мамой Серова ухаживал. Понятно, что ему не нравилось. Думал, за денег или прописки. То есть, вы хотите сказать, что Галина Серова и Василий встречались? Да. Вася любил ее. Хорошо. Допустим. Вы решили, что Серов застрелил Алмазова, взяли подмогу и пошли решить самосуд. Так получается. Но откуда у Серова мог быть пистолет? Серов в катакомбах лазил. Схроны оружейные искал. И, видать, нашел. У следователя была масса вопросов к Ивану Серову. Но состояние парня все еще оставалось тяжелым. Врачи к нему не пускали. Что вы тут ищете, господи? Мы ищем пистолет, из которого убили Василия. Вашего любовника. Сказали уже. Да, сказали. И теперь нам понятно, откуда у вас фотография убитого. Папа-папа. Есть. Кажется, то, что мы ищем. Осматривая печь, криминалист нашла немецкий пистолет времен Второй мировой. Вальтер модели ПП. Полицейский пистолет. Оружие выпускалось в нескольких версиях. Этот был рассчитан под патрон 9-го калибра. Это пистолет, который сыщики нашли в доме Серова. Оружие отдали на экспертизу, чтобы установить, из него убили Алмазова или нет. Иван Серова работал оператором погрузочного крана в порту. В среду, когда был убит Василий Алмазов, у него был выходной. В тот день из дома Ивана шел рано и куда-то уехал. Вернулся поздно вечером, угрюмый и уставший. Это все, что могла рассказать о том дне мать Серова. Но у следователя появилась возможность задать вопросы Ивану лично. Вечеру подозреваемый пришел в себя. Где-то неделю назад вы подрались с Василием Алмазовым. Через несколько дней его убили. И что? Я просто предупредил урода, чтобы он оставил мать в покое. Просто предупредили. Значит, не убивали? Нет. Почему вы были против их романа? Роман? Да он датаил ее просто, как корова. Мамы на книжке было тысяч пять. Теперь по нолям. То, что я ему угрожал, отрицать не буду. Пришел, чтобы просто поговорить о матери. Ну, выстрелить не смог. Мы провели обыск. И нашли пистолет. Есть основания полагать, что Алмазовы застрелили из этого ствола. Да? И какие? Ну, например, калибр совпадает. После экспертизы будет известно точнее. Не стреляла. Откуда у вас пистолет? Год назад в катакомбах нашел. Я член клуба ДСАВ. Мы ищем артефакты, оставшиеся со времен войны. Потом передаем музеям. С Вольтером Каевис согрешил. Оставил себя как сувенир. Хороший сувенир. Алмазова застрелили 27-го. В среду. Где вы были? В катакомбах. Кто может это подтвердить? Со мной двое друзей были. Туда в одиночку лучше не соваться. Пора. Доктор сказал, долго разговаривать нельзя. Сейчас минутку. Фамилии, имена и телефоны друзей. Убийство произошло около полудня. Серов провел под землей с 10 утра до 8 вечера. Это подтвердили многие. Железные алиби. Не торопись. Что по оружию? Стреляли не из Вольтера. Есть баллистика. Пулю в Алмазово выпустили из другого оружия. Так. Приехали. Значит, Серов не убийца. Кто же тогда? Известно, что стреляли из пистолета Макарова. И вот еще что. Подозреваемый, скорее всего, страдал давлением. С чего ты взяла? А помните таблетки, которые мы возле трупа нашли? Установили действующее вещество. Это клофелин. А вот, обрати внимание, в крови убитого клофелин не обнаружен. Поэтому, возможно, убийца страдает давлением. Так. Помнишь абрикос в кармане убитого? Помню. Сорт Любава. Угу. Я вот думаю. А не поехать ли в Александровку посмотреть, в кого растут абрикосы такого сорта? Ну, поезжайте. Вы что-то хотели бы мне рассказать? Да. Оперативники обошли все дворы недалеко от места гибели Алмазова. Пенсионер Сергей Онищенко, во дворе которого растет абрикос сорта Любава, припомнил интересную историю. И ветки за забор свисают. Слышу мужской голос. Лида, стой. Я сейчас. Погодите, то есть, получается, вы видели человека, который рвал абрикосы? Да, видел. Это цыган. Я не против, чтобы он рвал абрикосы. Но зачем рвать зелень? Панфилов достал фотографию Василия Алмазова и показал ее свидетелю. Да, это он. Простите, а это не вы проходили мимо, когда мы тело обнаружили? Я. Ну, а почему же вы сразу не сказали, что видели убитого возле дома? Ну, так вы же мне сказали, проходите мимо. Вот я и прошел. Ну, да, складно. То есть, получается, что последние минуты жизни Алмазов провел женщиной по имени Лидия? Ну, получается так. Лидию эту вы видели? Видел. Старше его. Молодица. В парике. И знаете, с локонами. В парике? Да. С локонами? Да. В 70-е годы женщины не скрывали, а наоборот, подчеркивали то, что носит парик. Ведь это было модно и престижно. В свободной продаже такую вещь было не достать. Хорошие парики привозили из-за границы и покупали у спекулянтов. За немалые деньги. Искусственный парик стоил рублей 120-150. Это как для своих. Цена натурального в несколько раз выше. И, тем не менее, за париками охотились. Ведь это еще и практично. Голову можно не мыть по несколько дней. Это портрет спутницы убитого. Его нарисовали со слов жителя села Александровка пенсионера Онищенко. Портрет показали тетке Алмазова. Она эту женщину не узнала. Тогда сыщики направились в Дом культуры, где репетировал ансамбль Эврика. Коллеги Алмазова тоже не видели эту даму. А вот к дежурному лицо показалось знакомым. Вот, взгляните, пожалуйста. Проходила неделю назад. Во вторник. Во вторник? То есть за день до убийства? Ну-ну. Искала Алмазова. Я ей сказал, что на репетиции. Угу. И она за ним пошла? Добрый день. Слушаю. У вас ансамбль есть цыганский? Есть и ансамбль, и цыганский, есть все. А Василий Алмазов, знаете такого? Он как раз на репетиции там. Спасибо. Да-да-да-да-да, проходите. Алмазов успешно вышел с ней в коридор. Они о чем-то говорили минут десять. Со стороны казалось, что незнакомка угрожает цыганок. А о чем говорили? Не слышали? Хорошо. То есть плохо. А дальше? Она ушла. А Алмазов пошел репетировать дальше. А в каком настроении пошел незаметен? Бодрое. Понятно. Спасибо. Пока что поиски неизвестной женщины зашли в тупик. Где ее искать и могла ли она быть причастна к убийству, непонятно. Зато на пятый день после убийства вновь всплыл пистолет в селе Александровка, недалеко от места, где убили Алмазова. Во время танцев местные сцепились чужаками, ребятами из соседнего поселка. Сейчас расскажу. Расскажу, конечно. Заходи сюда. Заходи, давай. Заходи. Сейчас будешь получать. Иди сюда. В разгар драки кто-то подбежал с оружием. Пацаны, что происходит? Вольните отсюда. А то шо? Вольните отсюда. А что говорят свидетели? Говорят, лицо стрелявшего не разглядели. Врут, поди. Небось, своего прикрывают. Кто знает. Может, действительно и не видели. Темно было, свет обманывал. Да и место, чайный французский бульвар. Ручка от велосипеда. О, и еще кое-что. А я знаю, что это, кстати. Сейчас велосипеды такие выпускают, знаете, маленькие складные, бижонские. Так вот там рукоять крепления пластиковые. Вероятно, отломилось при падении. Складные велосипеды появились в СССР в середине 70-х и сразу завоевали большую популярность. В малогабаритных советских квартирах они занимали мало места. И это было несомненное преимущество перед известными, но громоздкими школьникам, орленкам, Украиной и туристам. Сделанный из алюминиевого сплава, складной велосипед отличался легкостью. С ними легко заходили в общественный транспорт и помещали в багажник автомобиля. Постепенно пользователи почувствовали и недостатки. Маленькие колеса заставляли прилагать для движения больше усилий. На дальние расстояния не поедешь. Некоторые складные и пластмассовые элементы часто ломались. Но популярность прогрессивной модели была столь высока, что в магазине за госцену его было не купить. Приходилось переплачивать. Он обходился в два раза дороже обычного велосипеда. 80-90 рублей чуть меньше месячной зарплаты. В ОССР их выпускали на Львовском мопедном заводе. Название подобрали подходящее. Эврика. А это хорошо. Вряд ли в селе много пижонских велосипедов. Займитесь, Роман Миккин. Угу. Руслана Пелешка нашли у себя в гараже. Там же за инструментами оперативник обнаружил тщательно спрятанный пистолет. Все верно, рукояти отсутствует. А где же счастливый обладатель? Да тут он. Пелешок признался. Спрятал пистолет в гараже. Подходит. Ну что, Русланчик, поговорить нам надо. Экспертиза подтвердила, Василий Алмазов был убит из пистолета, найденного в гараже Руслана Пелешка. Такой поворот событий оказался в некоторой степени неожиданным. Ведь до этого все указывало на то, что искать нужно женщину, а не 25-летнего сельского механизатора. Давно знаете Василия Алмазова? Какой, Вася Алмазов? Первый раз слышу. А пистолет я, так сказать, на рыбалке выловил. На лимане. Я там сеточку поставил. Вот пришел вытаскивать ее на залив. А в бечевке пистолет запутался. И вы его вместе с рыбой взяли домой? Да вот рыбы как раз и не было. А пистолет взял, бес попутал. Подумал, такая вещь в хозяйстве никогда лишней не будет. Хозяйственный вы наш. Когда это было? В прошлый четверг, утром. И вы, конечно же, не слышали, что за день до этого на том самом месте обнаружили тело мужчины, которого застрелили. Представьте, что нет. Я же к родственникам уезжал. У меня три, наверное, не было. Но потом-то узнали? Потом узнал. И спрятал пистолет подальше в сарае. Если бы не те уроды на танцах, да и выпил, лежал бы он там дальше спокойно. Так, говорите, куда вы ездили? К двоюродному брату, в Мелитополь. Мотоцикл мы ремонтировали. Хорошо, проверим. Сколько патронов было в магазине? Три. А сколько выстрелов вы сделали в тот вечер? А, я понял, к чему вы ведете. Все три патрона я выстрелил там у клуба. Не убивал я вашего Алмазова. Если Руслан Пелешок действительно ездил в Мелитополь, то у него было полное алиби. Ну что, узнали? Ездил Пелешок в Мелитополь? Да, ездил. Брат его живет. В таком восьмиквартирном доме. Знаешь, так вот соседи три дня ругань его слушали. Настолько усердно он технику чинил. Значит, не соврал. Выходит, и правда выловил пистолет из воды. Досадно. Ну что, подсластим пилюлю? По пистолету Макарова удалось собрать информацию. Преступник не удалил серийный номер. С его помощью выяснили историю ствола. Пистолет был украден чуть более года назад. На военной кафедре Харьковского госуниверситета всплыл он во время вооруженного налета. Так. Были жертвы? Да. Ранен был один заведующий продуктовым магазином. Преступников нашли? Нет. Интересная история получается. Почему? А потому что покойный наш артист Алмазов в Одессу переехал из Харькова. И было это как раз год назад. Сдается мне, настигло его что-то из харьковского прошлого. Или кто-то. Или кто-то. Вполне. В Харькове Василий Алмазов тоже выступал в небольшом ансамбле и на правах работника культуры имел койку в общежитии. Год назад съехал. Добрый день. Добрый. Милиция. Разрешите войне? Заходите. Нас вот что интересует. Вы ведь, кажется, знали Василия Алмазова, верно? Да, был здесь такой. Жил год назад. Васька даже не успел вещи собрать. Я вот сложил в чемодан. Это его вещи? Да, это Васьки. Позволите? Можете взять. Не выбрасывал, думал, придет, спросит. Как узнают, что я выбросил, сделают мне вырванные воды. От этих, что хочешь, можно ожидать. Чемодан был заполнен старой одеждой. Ничего интересного. Но одна мелочь привлекла внимание оперативника. Небольшой затертый клочок бумаги. Талончик к стоматологу. А это к Лидии Сергеевне. Она хороший доктор. Он часто к ней ходил. Ну, я тоже. Лидия. Лидия Сергеевна. Лидия, понимаешь? Так, а ну-ка. В поселке Александровка Одесской области на берегу Аджалыкского залива обнаружен труп гитариста цыганского ансамбля Василия Алмазова. Он погиб от огнестрельного ранения. На месте преступления сыщики нашли клофелин и пару зеленых абрикос. Один из свидетелей рассказал, в день убийства Алмазов приехал в Александровку с женщиной по имени Лидия, которую найти пока не удалось. Под подозрение попадает Руслан Пелешок, один из жителей поселка, где обнаружили тело цыгана. В его гараже нашли пистолет. Экспертиза показала, именно из него застрелили Алмазова. Но Пелешок уверяет, выловил оружие сетью из Лимана. В день убийства его вообще не было в поселке. Его слова подтвердились. Сыщики решают проверить прошлое убитого и находят в нем некую Лидию, врача-стоматолога местной поликлиники. Лидия Сергеевна. Лидия, понимаешь? Так, а ну-ка. Это она? Здесь она в парике. Да, это Лидия Сергеевна в парике. Это она. И клинику, и специалиста Клинчевскую Лидию Сергеевну нашли быстро. Правда, на рабочем месте не застали. Пришлось ехать к подозреваемой домой. Лидия Сергеевна, вы знакомы с Василием Алмазовым? Да. Он ваш пациент? Сначала был. Потом у нас начался роман. А почему вы спросили? Его убили. Застрелили. Я расследую это дело. В ходе разговора Лидия Клинчевская разволновалась еще сильнее. Лицо ее покраснело. На лбу выступил мелкий пот. Женщина взяла пузырек с таблетками и приняла одну. Простите, можно узнать, а что вы принимаете? Это клофелин. У меня гипертония. Позволите. Какое совпадение. Две таблетки клофелина были обнаружены рядом с трупом гражданина Алмазова. Возьмите. Квартиру Лидии Клинчевской обыскали и нашли часы. Штурманские. Именно этот хронограф был снят с руки покойного. Кроме того, выяснилось, что недавно Клинчевская брала отпуск и в день убийства отсутствовала на работе. Свидетель, который видел Алмазова в день его смерти, подтвердил, что спутницей погибшего была именно Клинчевская. Узнал ее и вахтер Дома культуры. Мы с Васей познакомились, когда он на прием ко мне пришел. Веселый, разговорчивый, комплиментами сыпет, романсы поет. Это было так необычно. Необычно. Со мной уже давно никто себя так не вел. Вы поверили в его искренность, а он оказался не тем парнем. Ну да. Однажды Василий приехал к ней прямо посреди ночи. Он был напуган. Сказал, что поссорился с соседом по общежитию и пока не хочет туда возвращаться. Ты? Я. Пустишь? Света нету. Света. Женщина приютила артиста. Тот переночевал. Утром, собирая вещи Алмазова, Лидия нашла пистолет. Я, конечно, испугалась, но ничего не спросила. Она ушла на работу, он еще спал. На работе сказали, что вечером цыгане ограбили продуктовый магазин, ранили кого-то. И вы решили, что это Василий. Когда Клинчевская вернулась с работы, Василия дома не было. Вместе с ним пропали все наличные деньги и кое-какие золотые украшения. Алмазов переоделся в вещи бывшего мужа Клинчевской и сбежал. Знаете, золото мне не жалко, а вот часы штурманские. Которые вы с него сняли, а не ваши? Это мужа моего часы. Он летчиком был, военным. Пять лет назад погиб. Разбился. Соболезно. Больше года Василия нигде не было. Он не появлялся, а потом случайно увидела его по телевизору. Так я и поняла, что он в Одессе сейчас. А сейчас решила проведать. Добрый день. Слушаю. У вас ансамбль есть цыганский? Есть и ансамбль, и цыганский, есть все. А Василий Алмазов, знаете такого? Он как раз на репетиции там. Спасибо. Да-да-да-да-да, проходите. Хелена Романова, есть утре! Поговорим? Давай не тут. Расскажи, что? Куда ты мне руками поднимаешь? Ух, у него и рожа была, когда он меня увидел. Я сказала, что знаю про ограбление. И какая у него была реакция? Стал избиваться как уж. Дорогая солнышко. У меня не было выбора, я все объясню, только давай не здесь. Договорились поехать на природу и спокойно обо всем поговорить. Для пикника выбрали берег от Жалыкского залива. Там безлюднее, чем на море. От автобусной остановки шли вместе. Разговор не клеился. Кто тебе не дает? Больше абрикосы? Просто ногу тебе, хорошо? Хорошо. Когда Василий потянулся за абрикосой, Лидия заметила у него за спиной пистолет. Вот такая. Пойдет, строго. Ты никогда не летала на цыганских авиалиниях? Когда пришли на берег, Алмазов включил все свое обаяние. Болтал безумолку. Сыпал комплиментами. Заводим. Быстро, быстро. И начинаем взлетать с тобой, да? Ох, взлетели, взлетели. Ух ты. Ох, взлетели. Иди ко мне. Я тебе покажу сейчас, какая у нас красавица. Ты посмотри, какая здесь красота. Ли, Лида, ты что, Лида? Отдай, отдай пистолет. Часы. Мы же до этого так хорошо летали только что. Мужа моего, часы отдай. Не мелочись, забудь о муже. Я ж твой, я ж тебя люблю. Ты для этого пистолет сюда взял? Ты. Я стала прощупывать пульс. Пульса не было. Я, конечно, запаниковала. Давление подскочило. Пришлось таблетки пить. Видимо, тогда я их и обронила. А дальше? Что было дальше? Дальше. Дальше я сняла с него часы мужа. Потом прибрала покрывало с травы. У нас вроде как пикник был. Потом нашла гильзу и забросила ее подальше в воду. А за ней и пистолет. Да. Ловко. Муж у меня военный был. Я вам говорила. Кое-как обращаться со всем этим могу. Вот только пистолет этот случайно выловил местный житель. И чуть было не натворил делов. Мне жаль. А мне вас, Лидия Сергеевна. Показания Лидии Клинчевской помогли выйти на соучастников Алмазова в ограблении продуктового магазина в Харькове. Его подельники получили сроки. Однако на приговоре для самой Клинчевской это никак не сказалось. Женщине не удалось убедить судей в том, что стрелять в бывшего любовника ей пришлось в целях самозащиты. Лидию приговорили к семи годам лишения свободы.